Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем делать домашний хлеб на закваске. Будем делать этот хлеб, используя книгу Тести Кук-Кук. Не забудьте подписаться на мой канал. Давайте начнем. Нальем в чашку 2 стакана воды, желательно теплой. Одна, два стакана, это сухие дрожжи, добавим 2 чайные ложки сухих дрожжей. Теперь немножко перемешаем. И подождем 2 минуты. Прошло 2 минуты. Дрожжи растворились в воде. Теперь мы будем добавлять сахар и муку. Сначала сахар. Добавляем 2 столовых ложки сахара. Немножко размешаем. Немножко размешаем сахар, чтобы он растворился в воде. Теперь добавляем муку. Вот эта чашечка у меня соответствует одному стакану. То есть мы будем добавлять 2,5 стакана муки. Один стакан, два, и примерно 2,5 стакана муки. Теперь мы должны все перемешать. Закваска готова. Сейчас мы ее переложим в другую емкость. Вот так перекладываем в другую емкость. Теперь мы закрываем крышечкой. Ставим в теплое место на 5 дней. Каждые 12 часов мы должны это перемешивать. А потом мы будем с вами печь хлеб. Окей, прошло 5 дней. И мы начнем следующий этап приготовления нашего хлеба. Наша закваска готова. Вот так она выглядит. Начинаем готовить тесто. Берем муку. Здесь муки 4 стакана. Для того, чтобы сделать тесто, мы будем использовать специальный миксер. 4 стакана муки. Добавляем 2 чайные ложки соли. Теперь воды. 1,5 стакана. Эта чашечка у меня 1 стакан. 1,5 стакана воды. И теперь самое главное. Мы будем добавлять нашу закваску. 1 стакан нашей закваски. Так, теперь включаем миксер и будем перемешивать. Когда миксер работает, мы вложим остатки нашей закваски в эту баночку. Окей, остатки нашей закваски мы можем положить в баночку и поставить в холодильник. При этом мы должны отметить, когда эта закваска была сделана. Мы сделаем вот так. Закваска нам пригодится для следующей выпечки хлеба. Но для того, чтобы она не кончилась, а была у вас постоянно, нам нужно будет, если будет мало, добавить 1 чайную ложечку сахара и 1 стакан муки. После этого перемешивать примерно 1 раз в неделю. Окей, дорогие друзья, вы можете найти этот рецепт в книге Тести Кук-Кук. Окей, тесто готово. Не забудьте, его нужно перемешивать 10 минут. Теперь мы положим это тесто в эту чашечку. Предварительно немножко мукой обработав, положим сюда. Вот так присыпем мукой. Закроем крышечкой. Где моя большая крышечка? Закроем и будем держать еще 12 часов, для того, чтобы оно подошло. Окей, дорогие друзья, тесто из подошло, прошло 12 часов. Сейчас мы его выложим и немножко присыпем мукой. Вот так сделаем. Присыпем мукой. Помесим чуть-чуть в муке. Совсем немножко. Красиво сделаем тесто. А, я приготовила здесь чашечку специально для этого теста. Немножко присыпем мукой и выложим наше тесто сюда. Вот так положим. Теперь нам нужно подождать, чтобы оно подошло немножко. И потом будем выпекать в духовке 250 градусов Цельсия, 480 градусов Фаренгель. Примерно 30 минут. Для того, чтобы оно подошло, нужно подождать, ну, примерно час-полтора. Прикроем салфеточкой и поставим в теплое место. Дорогие друзья, я готовлю этот хлеб впервые в жизни. Я хочу просто попробовать. Поэтому, может быть, я сделала какие-то ошибки. Хочу сейчас поправить себя. Вот когда мы перелили закваску и поставили ее в холодильник, я хочу вам сказать, что один раз в неделю вы можете добавлять одну чайную ложку сахара, чтобы поддерживать брожение в эту закваску. И перемешиваем. Если закваски становится мало, тогда вы добавляете один стакан муки и пол стакана воды. И тоже перемешивайте. И постоянно не забывайте добавлять одну чайную ложку в неделю сахара. Эта закваска вам пригодится надолго. И я думаю, что вы будете довольны хлебом, как ожидаю, что я буду довольна тоже. Наш хлеб подошел. Немножко посыпем мукой. И возьмем эту маленькую бумагу. И так. И через эту бумагу. Посыпем мукой. Возьмем вот такой казан. И поставим это тесто в казан. Режем. Все. И ставим в духовку. Духовка разогрелась до 250 градусов Цельсия или 480 градусов Фарригейта. Ставим в духовку. на 30 минут. Прошло полчаса. Достаем наш хлеб. Сюда ставим. Убираем крышечку. И ставим в духовку еще на 15 минут. Так, ну, прошло еще 15 минут. Посмотрите, хлеб готов. Оставим сюда. Так, ну, теперь положим хлеб немного отдохнуть. Подождем. Окей. Хлеб наш отдохнул. Сейчас мы попробуем его развесить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока!